Народ, здравствуй! Это видео я делаю очень коротким, чтобы каждый из вас досмотрел до конца сам и сделал всё возможное, чтобы посмотрели другие по WhatsApp, в соцсетях, где только можно распространять. Глядишь, спасёте себя и ещё сколько-то человек. Теперь совершенно ясно, чего так испугалась бесстрашная и совершенно отвязная мадам Арбидол. Почему она сделала попытку, бесполезную, конечно, попридержать Путина, который заявил о массовой вакцинации населения от COVID-19. Вакцину для России взялись изготавливать Египет и Нигерия. Южная Корея, с которой первоначально была достигнута договорённость, отказалась, так как вакцина-то не сертифицирована. А дальше пусть рассказывает Евгений Горянок. Вакцина будут добровольно-принудительно. Это такое новое, забытое, старое, всплывшее как раз-таки из совка. Если ты помнишь, Светлана, практически все там начинания, они все были добровольно-принудительные. И попробуй, попробуй, откажись. Здесь какая вишенка на торте. Что это же Министерство здравоохранения Российской Федерации похвасталось, что вот эта вакцина в Египте и Нигерии, она будет иметь очень положительную для россиян особенность. Эта вакцина и алкоголь, они несовместимы. Так вот, а здесь что для россиян? Она же двухуровневая, эта вакцина. И между первым уколом и вторым уколом должно пройти от двух до трех месяцев. Что это означает? Месяц или недель все-таки? Месяц. Ты не ошибаешься, да? Может быть, что-то еще изобрели, но пока вот те вакцины, которые сейчас есть, они от двух до трех месяцев между первым и вторым уколом. Так вот, это получается, что россиян, которых будут добровольно-принудительно колоть вот этим ядом, они должны будут не пить, не употреблять спиртное на протяжении полугода. А если ты вдруг на протяжении, вот во время этих полугода, ты выпил, предположим, стопочку, и у тебя выросла там чешуя, или появилось пять новых хвостов, то тогда ты сам виноват. Ты же не выдержал режима, вакцина здесь абсолютно ни при чем. Это еще раз характеризует то, как они еще не начали что-то гадить, а все последствия от своей вот этой инициативы они уже заранее переложили на россиян. Примерьте, пожалуйста, ситуацию к себе, к своим близким. Вы вот точно уверены, что ни вы, ни ваши близкие в течение полугода не подойдете к спиртному даже на социальную дистанцию. А вдруг подойдете? Я вот вам сейчас покажу один архиважный документ. В Кремле исключили обязательную вакцинацию чиновников от COVID-19. Об этом сообщил сам пургоносец Дмитрий Песков. Под чиновниками народ нужно понимать не только кремлевских чиновников, но вплоть до муниципальных, надо полагать, точь-точь, как еще 10 лет назад поступали с вакцинированием от гриппа. В районе, где я жила, глава территории лично определял, кому в администрации можно вколоть вакцину, а кто от этой повинности освобождается. Думайте сами, решайте сами. И, народ, не прошу я обычно о таком, а сейчас прошу, где только можете, распространите эту жизненно важную информацию. Лично я сделала, что могла. Сделайте и вы, что можете. Ваша бабушка Свет.